Первый раз. Да. В общем, первое еще раз. Святого Духа, Аминь. С миром принимаем тебя. Сегодня у нас какое число-то? 12? Да, 12 октября 2022 года. Дай-ка я тебя рассмотрю поближе. Тебе лет 25? 29 мне. 29? Не куришь, не пьешь? Не курю, не пью. Господь избавил. Хорошо. Чего у тебя там с женщинами? Это какой вопрос? Ну как? По застенчивости своей я ни с кем так и не встречался. Ну, в блуде только заморался. По новости. Ну, жаль. Ну, понимаю тебя. Я побольше, наверное, заморался. Подревнее, потому что. Тогда о Боге вообще не говорили ничего. Ну, да. Вообще не было, как будто Бога не было. Мастер и Маргариту читал? Нет. А фильм смотрел? Ну, фильм, сериал смотрел так, частями. Ничего не понял? Ничего не понял. А начало самый первый видел? Нет. Первая серия, самая интересная и все объясняющая. Первая серия, духовная серия. Мастер и Маргариты. Сатана встречается с двумя людьми, которые затеяли интересный разговор. Один старый, другой молодой. Старый учит молодого, как осмеять Христа правильно перед людьми. И он ему говорит, слушай, ты написал стихи, что вот Христа как бы, ну, он такой плохой туда-сюда, ну, и он неправильный. Ну, ты так написал, понимаешь, он живой, говорит, в твоих стихах. И с ним спорят, там, туда-сюда, и вот, да, ты там осмеял, молодец. Но это не то. Надо так написать, что как бы его не было. Вот у Мастера Маргарита роман не о любви, а именно об этом. Как предали забвению страну, которая держалась на, пыталась держаться на духовных понятиях о вечности, о Боге. Как ее оболгали, как ее смогли довести до скотского состояния, кощунственного к Богу. Это колдовство всякое, ну, потом полное безбожие, полный упадок нравственности. И буквально за какой-то период, там, 10 лет все это случилось. Вот, и Булгаков, эти вопросы, видать, его очень потрясали. И он пытался написать. И этот Мастера Маргарита, первое название его было, вернее, оно и было до конца название, просто оно не прошло нигде. Называется «Евангелие от Сатаны». И посреди этого повествования описывает Сатана для нас, чтобы оболгать Христа, описывает Христа. Как нужно написать о Христе так, чтобы знали, как бы, что он есть, но он никчемный совершенно. Не стоит о нем думать много. И вот в начале, самая первая глава, как раз описывает это состояние, как старый прайдоха, безбожник, который раньше ходил, конечно, в церковь. Это Берлёс такой там, да не композитор, а поэт. И причем это действительно были такие. Ну, а бездомный это, это Иван Бездомный, это этот Демьян Бедный, был такой молодой поэт в свое время советской власти. Вот, и Сатане нужно сделать так, чтобы люди понимали, что есть Библия, есть Христос, но они никчемны для человека совершенно. И к ним даже приходить не надо. Ну, если почитать, то завтра почитаешь. Такая книжка она. Ни к чему не обязывает. То есть с первого главу советуете, да, почитать? Ну, можно вообще почитать полностью. Уже с подсказкой моей. Ты будешь читать, будешь смотреть на духовное. Во всяком случае, я через книгу Булгакова «Мастера Маргарита» пришел к Богу. Там, как всегда, все Сатана обалгивает и оболгал смерть Иуды. Потому что Иуда покончил с собой, так как он был сожжен совестью своей. Сожженный в совести своей называется. Человек, он просто жить не может. Он становится или прям бесом в обличии человека, или умирает. Потому что невозможно так жить. Вот, и Сатана, говорит, ну да, довел Иуду до такого состояния, что он повесился. Ну, а там написано, что его зарезали, как бы, якобы он все нормально там воспринял это. Денюшку там эту взял 30 серебряников. Хотя там больше написали, что не 30 на самом деле. Это так, как бы, для красного словца. Ну, и я начал искать. Думаю, так зарезали все-таки его, или он удавился. Я что-то слышал, что удавился. Тогда это сложно было где-то услышать. И вот пришел. Когда ко мне Библия пришла, то я дочитал все-таки и увидел, что да. Иуду удавился. Ну, когда я дочитал, я уже понимал, что «Мастера Маргарита» это непростая книга. Что без знания Библии ее читать невозможно. И вот теперь вопрос. Сколько ты Библии-то прочитал? Ну, Библию почитал полностью один раз. Год назад. Один раз год назад. А сейчас что-то... Ты ее просто прочитал? Сколько ты до этого книг читал? Ну, приблизительно. Да мало. По пальцам пересчитать. По пальцам даже. Ух, вообще. Ясно. То есть ты больше слушал, да? Бананы все время в ушах. А что слушал-то? Ну, Игнатия Тихоновича. Да, че ж ты всю жизнь мотивил? А, всю жизнь? Ну, как... А сколько ты слушал Игнатия Тихоновича? Ну, начиная где-то с начала 20-го года. Конца 19-го, 30-го декабря. Примерно вот так источен. О, интересно как. Это уже декабрьский духовно подошел. Я тоже к духовному в декабре подошел. 29-го только попал. Первый раз в общему. Это был 1996-й год. Так, а... А ты родился в каком? 92-м, получается? 93-й год, 29-й августа. В 93-м, и что ты уже даже родился при России современной. А я в 64-м году родился. Хотя она 30 лет старше почти. Да, вот так вот бывает. В 30 лет я уверовал. Искренне. В 31 год у меня был ровно, ну, там, с месяцем, когда я крестился троекратным погружением. Вот, и в общине до сих пор состою. Крестово-Сдыжинский, города Барнаула. У нас таких занятий не было индивидуально, чтобы беседовать. Ну, мы встречались, конечно, с братьями встречались, беседовали, разговаривали лицом к лицу. Интересно было. Вопросы. Ну, у нас были занятия вживую. Игнат Тихонович на кафедре стоял. Можно было вопросы задавать. Два часа занятия были. Три раза были. Два раза они были в политехническом университете. И один раз в воскресенье мы все время занимались. Какие-то вопросы решали. Все вместе были. Никогда не думали, что будет такое поприще, как интернет, и мы выйдем. Ты откуда сам-то? Город Лысево, Пермский край. О, ты с этим Зырянин, как у нас Ермолин, Антон. Зырянин ты или нет? Не понял. А, ты даже не знаешь. Ясно. Ну, в Пермский край там был Стефан Пермский. Подвижник. И там были Зыряне, назывались. Это Уграфинские племена. Там это же все. Там в этих северных пределах страны нашей. Ну, тогдашней Руси. Все было. И вот они были язычники. И он там в каком-то... В 15 веке просвещение сделал. Или даже в 14 веке, наверное. Просветил их православие. Зырян. И вот Антон Ермолин, он тоже там где-то из-под Перми. Переехал в Питер. Сейчас там в Питере живет. Крестился у нас в этом году. Это был мой... Я был у него поручителем, короче. В этом году. Начиная с января месяца мы с ним занимались. До июля. Потом он приехал, крестился. Мы еще с ним там пару раз встретились. И все. И он перестал со мной разговаривать. Оглашенный. Бывает. Был. Да. Как мне пробиться к тебе, оглашенный? Тропинку к душе проложить. Будешь дьяволу часто и мишенью старое все ворошить. Вот я тоже изъил желание, как вы говорили. Двадцать девять лет пора уже. Да. Тем более столько сидел я мог, я раскаялся пред Господом, что я без пик по беспечности мог бы раньше намного прикинуть. Все это уже мог уже креститься, может быть, родиться свыше. Ну, и что робки, понятно, если трубки к женщинам, то и к духовному тоже робок, и к общению тоже робок. У нас, видишь, есть такое понятие, как жертва общения. То есть нужно общаться с верующими людьми. А если не будешь общаться, то никуда не попадешь, не придешь. Но если переломишь себя, будешь общаться, от Господа получишь талант. То у тебя будет такой, тебе Бог даст этот талант, ты его не закопаешь, значит. Тебе сейчас его дает, сам отошел на время. Ты должен развить этот талант общения. Быть хорошим, ревностным, подвижником веры. Потом стать христианином. То есть Библию читать вообще никогда не запрещено. То есть всегда надо читать Библию. Вот я Библию прям в книге самой прочитал на 22 раза. Библию прочитал. Никогда не прекращал. Вот моя Библия. Вот ее я читал. Видно, затертая уже. А? Затертая уже, видно. Ну да, вот видно даже по этим. Где я больше всего читал. Псалтырь, Иов. Веткий завет, короче, видно. А потому что Новый завет, он, во-первых, понятно все. Понятно, читается быстро очень. То есть он быстро. А Веткий завет, он потяжелее. Поэтому на нем больше приходилось останавливаться. О, видно даже, что я и... Что тут такое? Евангелие от Луки. Это у меня тут. И вот тут вот. Вот тут вот. Послание тоже. Послание. Сложно было с посланиями. Пока не начали мы с женой жить в общине. Очень тяжело. А когда в общине начинаешь жить, то послание для общинников, те, кто в общине жили. И тогда становилось намного ядер. Больше всего больше открывалось. Ну а теперь я уже могу и примеры приводить из жизни общины. И раскрывать непонятные места для других, кто одиноко, как ты, живет. И не понимать, что такое община верующих людей. Когда вокруг тебя верующий. То есть ты повернешься сюда верующий. Сзади даже не оглядываешься. Потому что там брат или сестра верующий. Они тебе не ударят спину ножом. Тебе только вперед надо идти. С этой стороны пойдешь опять еще. Священник у нас тоже верующий. Ну и Игнат Тихонович как староста общины. Это у нас как общий духовник такой. К нему можно прийти и поговорить. Но он правда выпарит, конечно, если что. Но надо уже идти. И раз ты верующий, то настрадание. А скорби это первая ступень. Пути Господу это скорби. Ты должен вступить на этот нелегкий путь. А скорби какие? Ты неправильно жил в этой жизни. Вообще неправильно жил. Это первая скорбь. А теперь что мне делать? Вот я неправильно жил. Как раз этот юноша сегодня задавал вопрос. Что нужно пройти через эти скорби, страдания. Даже там слезы будут. Жалко себя. Люди плачут от того, что они какие-то грехи нужно бросать им. Потому что они к ним привыкли. Или спать много. Или там у нас была одна сестра. Она говорила, я без кефира жить не могу. Без сметанки жить не могу. Без творожка жить не могу. Даже на один день у меня нельзя оторвать этих продуктов. Ну, то есть, вот так вот. Это нету решительности. Решимости. Нужна решимость. То есть, следовать за Христом. Это некие скорби вот эти. На плоти. Они на плоти опускаются, не на душу. Душа будет ликовать. Когда почувствует истинный пост. Истинное общение с братьями. Когда начнешь читать Библию. И будешь задавать вопросы. Я тут кое-что рассказывал. И будет тебе интересно. Вы понимаете. Библию я прочитал. Дело в том, что я ее прочитал один раз. Это было давно. Да, понятно. И самое главное. Я ее прочитал как обычную книгу. Не как Слово Божие. Ну, конечно. Как обычную книгу. Да, да. И ничего не понял. Да. Естественно. Если Господь сподобит родиться свыше. Мне придется перечитывать заново. Я так думаю. Нет. Он тебя не сподобит сейчас родиться свыше. Ты должен читать Слово Божие. Ну, это понятно. Да. Ты его прямо сейчас должен брать и читать. Слово Божие. И понимать. О чем говорится. Только надо его внимательно читать. Вот. Вот допустим. Сейчас мы прочитаем. Это мы вот с братом Владимиром Паченко. Ну, ты его знаешь. Они сейчас приехали с Игнатом Тихоновичем. Сейчас он тут у меня кое-что помогает делать. И вот мы с ним вчера разбирали. Так. Это я сегодня с мусульманином беседовал. Это значит надо уже. Так. И она все правильно. Только глава шестая. И вот разбирали шестую главу. И гляди. Иисус же, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять его. С пятнадцатого стиха. И сделать с царем. Опять удалился на гору один. Когда же настал вечер, то ученики его сошли к морю. И войдя в лодку. Ты открыл, да, себе? Да, да. И войдя в лодку, отправились на ту сторону моря в Капернаум. Становилось темно, а Иисус не приходил к ним. Дул сильный ветер, и море волновалось. Проплыв около двадцати пяти или тридцати стадий, они увидели Иисуса, идущего по морю. И приближающегося к лодке. И испугались. Но он сказал им, это я, не бойтесь. Они хотели принять его в лодку. И тут сейчас лодка пристала к берегу, куда плыли. Ну и там дальше. Ну вот мы... Теперь я прошу... Вот я с молодежью проводил занятия. Две недели назад. Я их попросил. Говорю, нарисуйте мне картину, что произошло здесь. Чтобы мне понять, что мне тут делать. Я должен удивиться же чему-то, что тут произошло. У тебя листок с собой есть там блокнот какой-то? Да, есть. Ну вот гляди, вот сейчас будешь записывать. Давай, гляди. Итак, Иисус узнал, что хотят прийти, нечаянно взять его и сделать царем. Что он делает? Иисус уходит от учеников. Гляди, как он говорит. Когда же настал вечер, то ученики сошли к морю. И удалился один на гору. Гляди, они сошли к морю. И, войдя в лодку, отправились на ту сторону моря в Капернаум. Тебе нужно здесь что знать? Первое. Тебе нужно знать, где сейчас находились ученики Христос. Географию. Вот пиши там, пиши. Место, где находился Христос. Вопрос ставь. Дальше. Следующее. Для чего это надо? Для чего это надо? Для того, чтобы узнать, как произошло чудо. Чудо или что произошло. Потому что, гляди, написано. Дул сильный ветер, Христос шел по морю. Это еще ладно. Ну, дальше. Они увидели, испугались. Но он сказал, не бойтесь и так далее. И, гляди. И тот час лодка пристала к берегу, куда плыли. То есть, куда плыли. Ну, я тебе прошу нарисовать картину. Куда они плыли. Что произошло в лодку. Иисус к ним не приходил. Чего он к ним не приходил? Они ждали его или не ждали. То есть, мы задаем вопросы. Ты мне картину можешь сейчас нарисовать? Что произошло? Нет. Не можешь. Вот, гляди. Мы начинаем рассуждать. Царем хотели его сделать. Христос не захотел стать царем. И от них скрылся. Вопрос. Почему он не захотел стать царем? Вот там поставь себе место, где находился Христос. Второе. Почему Христос не хотел стать царем? Вопрос. Ты должен на них найти ответ, чтобы все объяснить и показать, рассказать картину себе самому, в первую очередь. Не мне. Я-то эту картину раскрываю. Мне это очень интересно. У меня есть цель. Я должен увидеть Христа Богом здесь. Богом. Потому что он мне дает спасение. Он мне, мой спаситель. И он ищет того, чтобы я нашел подтверждение через его слова, что он Бог. И я ему так же предан, как и во время крещения своего. Опять я ищу в Писании Бога. Опять нахожу его. Опять прославляю и благодарю. Господи, слава тебе. Ты открыл мне опять себя. И что я грешник. Господи, предстаю перед тобой во всем. Дальше. Удаляется на гору. Почему не захотел стать царем? Теперь, да. Где находился? Теперь дальше. Ученики сходят к морю. Почему ученики отплывают одни без Христа? Вопрос еще. Третий. Не знаю. Сейчас запишу. Запиши, конечно. Я вообще могу тебя со всем этим оставить. Вопросами. И ты попробуй нарисовать картину самому себе. А потом мне, допустим, объяснить. Могу все объяснить сразу. По всем вопросам. Не надо. Не надо? Ну хорошо. Вообще ты молодец. Это не головоломка. Это работа с Писанием. И не только с Писанием. Тебе нужно будет открывать карты. Нужно будет открывать различные меры. Меры там и так далее. Ну, сейчас увидишь. Теперь дальше. Тебе интересно становится? Да. Сейчас еще дальше будет еще интереснее. Теперь гляди. Настал вечер. Очень важно. Ученики его сошли к морю. Сошли к морю. Как ты понимаешь слово сошли? Вот напиши там слово сошли. Вопрос поставь. Слово море, ты понимаешь, что это такое? Да, в море. Ну, море, да? Ну, море, море, но не совсем море. Море это озеро плесноводное на самом деле. Просто очень много воды там. Сколько воды в этом море? И напиши. Спасти Христос, Париж. Чаю попить. Напиши этот, сейчас. Где находится Геннесоветское море? И его конфигурации, площадь. Ну, то есть, карту, рассмотреть карту Геннесоветского моря. Вокруг него все населенные пункты, какие находятся. Найти, где находился Христос. Ну, у меня не совсем чай, у меня тут травки. А где находится Геннесоветское море и где Христос? Так что я так записал? Да, где Христос на этом Геннесоветском море находится? Ты там почитаешь выше, там, где он сделал великое чудо, накормив 5000 человек. А где он их накормил? Там будет написано, ты найдешь и начнешь отвечать на вопросы. Море находится в стране Иудейской. В 100 километров от берега. Посчитаешь там сам, прикинешь, там есть такая шкала координатная, расстояние. Прикинешь там сантиметр. Сколько в сантиметре у тебя там? 500 метров или 1000 метров. Или там у тебя какая карта будет? Посмотришь. Найдешь, посчитаешь, посмотришь. Вычисли площадь или посмотри в Википедии. Галерея этого. Это еще и Галилейское море называется. Не только это Геннесоветское, но еще и Галилейское оно называется. Еще оно не просто море, а озеро просто. Теперь смотрим дальше, что происходит. Рисуем картину себе. В чем же это дело? И входят они в лодку и отправляются на ту сторону моря в Капернаул. Так, теперь дальше. Вокруг ты написал, что... Ну, напиши. Населенные пункты вокруг Галилейского... Вокруг этого озера или моря. Населенные пункты. Нам нужен Капернаум. И поставь город. Г.Капернаум. Вопрос. Где находится? Я немножко, чтобы ты работал с картой, чтобы ты понимал, что это надо исследовать Священное Писание. Вот как я исследую Священное Писание. Это только... Я тут только исследую, мы с тобой материально. А еще нужно и духовно будет исследовать. Как только мы нарисуем с тобой материальную картину, мы начнем исследовать духовно. Понимаешь? Нам нужна вот картинка. Вот что мы видим? Вот видео. Ты должен воображение включить. Шесть качеств лидера. Ты лидер в своем миллионе людей. Ты избран Богом быть верующим на миллион людей неверующих. Понимаешь это? Ты лидер в этом миллионе. Ты должен встречаться с этим миллионом теперь, который Господь тебе, сторицы, дал веры. И начать их превращать в христиан. Для этого ты должен помочь Христу, чтобы он мог дать им веру. Они должны обратиться ко Христу, увидев в тебе необычного человека. Необычного. Что-то необычное в тебе должно быть. Вот одно первое качество – это воображение. Последнее качество – это привлекательность. Там есть беспощадность еще. Знание, умение, да. Умение, знание, умение, да. А все начинается с воображения. Решительность. Решительность. Все. Вот они все качества. Остальные все волей просто твоей. Значит, одно качество в тебе поддерживает, чтобы ты не стал безумным. Знание. Потом дальше, чтобы ты умел работать руками. То есть, зарабатывать на хлеб насущный. То есть, исполнять волю Божию, трудиться. Решительность. То есть, во всем этом нужна решительность, естественно, особенно в духовном. Воображение. Хорошо видишь, ты уже многое знаешь, подчеркнул и запомнил. Это хорошо. То есть, меня видишь, легко с тобой уже беседовать. У тебя нет воображения никакого, я так понимаю. Ты как себе представляешь вот море Галилейское, вот это, генесоветское? Ну как, водоем, большой водоем. Сколько приблизительно? Я не могу так сказать. Никогда не думал, да, об этом? Не рассуждал вообще. В эту сторону не рассуждал. Ты иудейскую войну читал Иосифа Флавия? Нет. А не знаешь даже о ней? Ну, поставь, можешь послушать. Даже есть там начитки иудейские древности и иудейская война Иосифа Флавия. Это о том, как разорили Иерусалим в 70-м году. По пророчеству Иисуса Христа. Как называется? Иудейская война называется. Не очень толстая книжка, 300 страниц. Очень интересная. Там география всего есть. Иосиф Флавий, он был военачальником Генесоветского округа. Ну, не Генесоветского, а Галилейского округа. Туда Генесовет тоже ходил. У него ставка была в городе Иопия. На берегу, почти на берегу, в горах, на берегу Средиземного моря. И первым с римлянами столкнулся он в 67-м году. Держал оборону 44 дня. Римляне захватили. Все были убиты, кроме него одного. Один он остался живой, военачальник. Как они спрятались в цистерне, то есть высеченном, в хранилище воды. И их было там оставалось 12 человек. И они бросали жребий и убивали друг друга. Зарезали. В конечном итоге их осталось двое. И он начал уговаривать этого второго, чтобы он не убивал. Ну, чтобы не бросать, не тянуть им жребий. Вдаем, выйдем, сдадимся римлянам и все. И этот бросился на меч его последний воин, так сказать. А он сдался в плен. Ну, его, конечно, евреи считают предателем и так далее. Но он написал все. Как захватывали Иерусалим, как сожгли храм. Все. Как Моссад крепость захватили, последнюю оплот. И как преследовали последних защитников моря Галилейского. Было убито больше шести тысяч иудеев на этом озере. Они на лодках скрывались от римлян. Потому что оно в самом широком месте 52 километра. 52. От берега до берега ты не увидишь берега. Очень много 52. А в длину 150. Большое? Я вот смотрю картинки в гугле. Да, большое, большое, да. Ну вот, видишь. Тебе уже интереснее стало? Ты любишь вообще карты? Ну, карты, да как-то нет. А полюбий. А полюбий. Без них тебе не понять, где ходил Христос. Где он находился, в какой стране, как он бил ноги для нас с тобой. По каким местам ходил. Пройдись, посмотри, что такое Палестина. Что собой представляют дороги. Почему Христос не поплыл с учениками, а каким-то другим путем пошел. Да, вот у меня такая Библия. Маленькая такая, походная. Хорошая. 77 книг. Да. 77 книг. Да, 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 да. Карта Палестина в первом веке нашей эры. Совершенно верно. Вот эти карты не зря туда вкладывают и православные, и сектанты. Не зря. Потому что воображение должно включиться. Мы же не всегда можем взять, полететь на самолете сейчас с тобой. Но зато мы можем включить воображение. Вот давай сейчас переключимся. Давай с тобой, гляди, переключаемся сейчас. Оп. Представь себе времена много-много там уже назад. И древних ящеров, динозавров. Представил? Людей нету никаких, никого нету. Какого ты представил? Которые с большими зубами или такие здоровые, у них длинные шеи? Ну, огромный такой, знаете, прям с пятиэтажкой такой. Да. С огромной длинной шеей такой. Аргентинозавры. Это последние, кого нашли. Сейчас еще, там же в Аргентине, нашли еще большие кости. Аргентинозавр тот где-то на около 60 тонн. А этого нашли, тот уже больше 70 тонн. 2,40 только одна берцовая кость. 2,40 размерами. Просто пастух натолкнулся на эту кость. Овечка наткнулась, испугалась и побежала, заблеяла. И он туда подбежал с собакой, увидел и тоже испугался и убежал. И рассказал там все в городе, и в городе полиция там рассказала ученым. Ученые приехали, начали раскапывать. И раскопали остатки семи динозавров этих. Назвали там альбартозавры как-то. Ну, по имени того места, где это все произошло в Аргентине. И сделали, вытащили. Что так долго копали они, там месяцами. Там хорошо, что там нету дождей, ничего. Ну, это просто прекрасные места. И вот накопали останков вот этих вот этого динозавра. Одного большого там позвонки было. В общем, всего 500, 220 разных костей. И шейные были кости, и хвостовые были кости. И ног были, и груди, и позвоночника в спинной траве. И даже зуб был даже один накопали они. Ну, всего это черепа не смогли выкопать. Ну, зуб был, и шея. Ну, эти черепные, они тонкие. Видать, раздавил все. Они им просто не попали в ковчег? Так, что ли? Да, вот тут вопрос стоит, да? Да. А где они сейчас? Почему каждые твари попали, как говорится? Мужского и женского пола. А сейчас про них вообще ничего. Вопрос. Я тебе не буду ничего отвечать. Ты выходишь на мои занятия? По верхнему завету я работаю. А слушаешь после этого плейлисты? Нет. Ну, я тебе тогда говорить ничего не буду. Слушай плейлисты. Возьми плейлист. Все занятия, которые у меня есть по книге Исход. И вот сейчас начало книга Бытия. Я как раз начинаю Бытие у меня. Сейчас у меня там свет. Как Господь создал свет. Будет занятие следующее. Ну, пока еще сотвил небо и землю. Земля была безвидна и пустая. Тьма над бездной. Дух Божий носился над водой. Пока что я еще иду. Вот восьмое занятие будет у меня. По этим нескольким... По двум предложениям. Ну, понимаете. Я хотел спросить, как вот... Я у Игнатия Тихоновича спрашивал. Вот как читать, чтобы откладывалось в голову. Понимаете? Потому что мне очень много литературы, как оглашенному. Нужно перелопатить много. Допустим. А я сейчас чем с тобой занимаюсь? Да, и это тоже. Вот Новый Завет. Потом Кисневому Православию. Да, да. Все, я тебя понимаю. Очень много, понимаете. Вообще. Главное для тебя читать Слово Божие. Это приоритет. Ну, вот я почти дочитал Новый Завет с толкованием. Я тоже не очень много понимаю. А если я буду... То есть, даже если я не понимаю, нужно читать. Я так понял. Да? Конечно. Все время нужно читать. Я тебе сейчас задаю вопросы, которые ты никогда не задашь. И останешься таким же слепым и в темноте сидящим. Сейчас мы с тобой открываем для тебя свет. Для меня открыто. Я знаю, что будет дальше. А ты еще не знаешь, к чему я веду. Ты мне картину не можешь никакую нарисовать. Что ты вынес из того, что вот мы сейчас прочитали до 21 стиха, с 15-го. Что ты вынес? Духовного. А духовного? Ну, конечно. Мы же к духовному идем. Ты что думаешь? Я же тебе говорю, пока мы рисуем картинку материальную. Но, нарисовав материальную картинку, мы откроем духовное. Для себя. Я ничего не понял духовного. Вот о чем речь идет. А там духовного целая куча. Почему он не стал царем? Он сотворил для них из нескольких хлебов. Он накормил 5000 человек. Еще было женщин, детей. То есть, не меньше 25 тысяч человек он накормил. Пятью хлебами и двумя рыбками. И не стал их царем. Они его просили. Сколько было всего иудеев? Неинтересно тебе? Почему? Я просто не знаю. Какой процент от 25 тысяч? 25 тысяч. Какой процент от всех иудеев, которые там были с ним? Как ты думаешь, если пришло 25 тысяч, 250 могло к нему прийти? Могло. А чего он не все время кормил-то, а всего два раза? Вот для тебя духовное не открывается. Ты бы чего хотел? Чтобы тебе дали мудрый совет? Или чтобы тебя кормили в течение года бесплатно? Мудрый совет. Вот видишь, ты уже дошел до этого. А кому-то этот мудрый совет вообще не нужен. Это хорошо уже, что ты мудрый совет примешь. Но не хлеб. Потому что не хлебом единым будет жив человек. А чем? А словом? Не помню. Исходящего из уст Божьих. Всяким словом, исходящего из уст. Мы с тобой сейчас читаем Священное Писание. Оно исходило от... Откуда оно пришло? Это Священное Писание. От Господа. От Господа. Из уст Божьих. Из уст Божьих. Поэтому мы с тобой избрали правильный путь. Мы с тобой сейчас беседуем о Слове Божьем. Ты же уже сколько? 20-17? Нормально. В 21 час уже все. Мы занимаемся собой. Вот теперь ты должен исследовать Слово Божье так, чтобы не по наружку, а по-настоящему исследовать. И теперь уже на вопросы отвечай. Почему он не стал царем? Это мой вопрос, я задаю его тебе. Для тебя он должен стать, этот вопрос, как твоим. Действительно, почему он не стал? А 2 миллиона 500 тысяч он мог за собой повезти? Ну, я раз кормил, так кормил, так просто. Накормил столько людей, конечно, мог. Чисто вот на плотском вот этом уровне, что дает хлеб. Вот вопросы, видишь, какие. И ты правильно отвечаешь. Потому что другой бы на твоем месте выбрал бы, чтобы его кормили бесплатно целый год. А не совет какой-то мудрый, который даст тебе, ну, даже не просто так, что совет, а мудрый совет, который даст тебе духовное исцеление. Вот так. Духовное. И чтобы тебя кормили там год, допустим. Человек, который не хочет духовное исцеление, он год выберет. Кормление просто. Ну, и покормили тебя год. А дальше ты такой же тупой остался и с тем же, с той же разрушенной совестью, через которую ничего не слышится уже от Бога. И, конечно, в итоге просто смерть собачья. Скотомогильник, в общем. А что собачья? Мы даже собак, знаешь, этим как-то. Что собаки? Они не такие плохие собаки-то. Они исполняют волю хозяина. Они до конца преданы человеку. А те, которые обмануты человеком, ну, собаки такие и есть. А которые преданы, вот как у меня собаки, так они преданы мне до конца. Я их даже не дрессировал, просто говорю, ко мне. И они тут же бегут ко мне. Никакой дрессировки, ничего. Почему? Ну, они по интонации знают, что дядя сейчас это сказал серьезно. А если там что-то, там, там, девчата, девчата, давайте сюда бегите. Они такие спокойно, вальяжные. Ко мне все что же? Сразу прибежали. Я же еще могу назвать их словом суки. Потому что они же правда суки? Ну, это женский род собак. А если дядюшка сказал, суки, то они тут же бегут. Даже не надо говорить ко мне. Это когда они далеко бегут в кусты, что-то там найдут. Копаются, что-то им там весело. А мне надо ехать. Любят ездить. Поэтому воображение. Вот я вот о чем рассказываю. Я прям уже представил, как собаки у меня там. Какие кусты даже представил. Причем с сегодняшнего дня. Мы с Владимиром были там, на этом бережку сегодня. Подъехал, он показал, где я плаваю. Где собаки бегают у меня по кустам. Кусты уже все опали. Уже желтые, пожухшие там вот так. У нас уже все. Ну, осень такая. Ну, не поздняя, но уже. Листья почти. Ну, половина точно улетела листьев. А с каких уже и больше. То есть зелени мало-мало уже. Все. Сосны только зеленые стоят. У нас березка, клён. Вяз. Ну, такие там тополя. Ивы. Акации. Такие вот простенькие деревья. Вот все нам это, все пригодится. Все Господь нам не просто так дал. Таланты дал нам. Воображение тоже талант. Нужно воображать. А для чего? Чтобы потом другим рассказать. Другим рассказываешь и глядишь, кто-то загорится, как ты. И та любовь, которая у тебя к Богу, она может воспоминять ревность в другом человеке. Ревность по Богу называется. Это хорошая ревность. И человек тоже хочет, чтобы Бог открыл те же таланты, что этому человеку. Тебе охота же быть, как Игнат Тихонович, знать, объяснять, там все. Конечно. Но только, я думаю, не достигнуть. Такой человек один, мне кажется. Даже если миллион назвать, это и то. Хорошо, хорошо. Но дело все в том, что апостол Павел сказал, что подражайте мне, как я Христу, раз боитесь Христу подражать. Но апостол Павел-то человек, мы можем ему подражать? Можем. А подражая ему, мы можем достигнуть. А Господь вообще сказал, будьте святы, как я свят. И чтобы нас подбодрить, апостол Павел говорит, как, обращаясь к коринфянам, которые слушали в этот момент блудника. Он у них учителем был, блудник, который со своей мачехой жил. Представляешь? Верующий. Я так представляю сразу свою общину и думаю, кто-то у нас живет со своей матерью. И мы такие знаем все это и спокойно воспринимаем. И апостол Павел к этим людям обращается. Братья святые, возлюбленные во Христе. Воображение. Он представлял просто их, видел, какие они, как они расстроятся, когда он им скажет. Ах, вы нечистивцы, поганцы. Вы как слушаете такого человека? И он пошел, он идет другим путем. Воображение. Он представляет, как братья ничего не понимают. Они сидят недоуменные. Не могут понять, хорошо это или плохо. Потому что у язычников это, ну, любовь между людьми. Какая разница? Даже отец там с дочерью могут жить вместе. Ну, язычники. У них нет законов. И как себя вести? У них нету никаких законов христианских еще. Нету канонов. Что делать? Как быть? Воображение апостола Павла рисовало ему всю картину неприглядную этой общины. И как обратиться к этим людям, которых он знает. Которых он сам собирал. Которые сидели, слушали его. Потому что он эту общину начал собирать костяк, во всяком случае. А там потом начали прирастать другие люди. Этот костяк не мог быть таким же. И он говорит, неужели среди вас не найдутся разумные, которые рассудят? И не нашлось. Пришлось ему посланиями, между ними споры рассуждать, разводить спорящих людей и так далее и тому подобное. Вот такие дела. Так, ну что, давай дальше мы пойдем по нашему вопросу. Что же там дальше с этой картиной нашей? Итак, когда вошли в лодку, сошли к морю, так сошли. Слово сошли написал? Сошли. Да, написал. Сошли. Как понять сошли? С чего они сошли? Куда сошли? В лодку. А? С берега. С берега, хорошо. А сошли что значит? Я сейчас спрашивал, ты говоришь, не знаю. Ты уже начинаешь думать даже. Хорошо это, отлично. Сошли, как понять? Сошли, значит, где они были? С чего-то, значит, сошли. С чего-то, хорошо. А берег мог быть крутым? Мог. Вот посмотришь картинки Галилейского моря. Найдешь фотографии, потому что они обязательно будут. Найди побережье, там где находится Гадаринская страна. Посмотришь побережье. Ты же в компьютере шаришь, я думаю. Да? Ну вот и найдешь эти фотографии или даже видео. Посмотришь видео вообще о Галилейском озере. Поинтересуешься им, что это такое. С чем его едят. Может быть, даже в какие-то века Христа это море. Или вообще, как изменилось там, допустим, Галилейское или Генесарецкое море. Или это... Да, Генесарецкое, Галилейское и озеро еще называют его. Тивериадское озеро называют его еще вот так. Это тоже оно же все. Поинтересуешься, посмотришь, какие там берега крутые. Если они сошли, я сто процентов тебе говорю, что есть какой-то берег. Там нам это понадобится еще. Побережье само нам понадобится для ответа на некоторые вопросы, которые я сейчас тебе поставлю. Они вошли в лодку. Их сколько было человек? Учеников? Сколько? Не знаю. Не знаешь? Ну, пиши вопрос следующий. Сколько было учеников? Вопрос тебе. Сколько было учеников? Сколько они занимали места в лодке с 12 коробами хлебов, которые они набрали? Они набрали в последний раз 12 коробов хлебов и отнесли их в лодке, написано. И еще плюс их было сколько? Сколько нужно объема, чтобы лодка не затонула и чтобы она могла плавать? В общем, в общем так, дальше. Рассмотреть типы лодок, которые применялись для рыбной ловли в первом столетии в Иудее. То есть лодка какой была длины, какой ширины, вместимости какой? Какой парус был, сколько весел, кто мог грести? Христос спал на возглавии, написано лодке. Что это такое? Бак, корма. Знаешь, что такое это? Корма. Корма это где? Это взади. Хорошо. А бак? Как? Бак. Не знаю. Бак впереди, естественно. Нос, наверное, да? Ну, он не совсем нос называется. Почему называется бак? Потому что этот нос, он режет волну. Режет волну. Ну, это английские слова, поэтому тебе английский, если ты английский не знаешь, то тебе словарь английский в руки. Переведи. Корма, бак, поставь переводы, что это такое. И вот, какой нос у них, для какого волнения они предназначены, эти лодки. Могла ли это быть лодка, которая не вместит этих учеников, то есть они, ну, как бы шли на риски. Или все-таки они хотели еще Христа, чтобы он пришел к ним. Почему? Они тут говорят. Вошли в лодку, отправились на ту сторону моря в Капернаум. Так, где находится Капернаум? Вопрос тебе. Там есть у тебя вопрос этот или нет? Нету? Да. Есть, да? Вот они отправились в Капернаум. Где он находится? Дальше. И теперь становилось темно. Хорошо. То есть был вечер, теперь становилось темно. Но еще не совсем темно. И дальше. А Иисус не приходил к ним. Так. Теперь вопрос такой. Куда должен был прийти Иисус для встречи с ними? Куда? Да ты не поймешь этого. Ты записывай вопрос. А, куда? Сейчас. Да. Я тебе сейчас... Сейчас ты не ответишь на этот вопрос. Я пытаюсь, я пытаюсь, да. Да. Ну, хорошо, что ты пытаешься. Я даже удивился. Ты прям застыл. Думаю, ничего себе. Растекретит сейчас нам всю картину. Где они должны были встретиться со Христом? Или куда должен был прийти Христос для встречи с ними? Раз Иисус не приходил к ним, то, ну, понятно же, да, всем он должен был прийти, значит. Ответь на этот вопрос. В чем дело? Раскрой картину мне. Как бы я не знающий человек, а ты вот со мной стоишь, беседуешь. И главное, найди цель всего этого, чтобы тебе было желание нарисовать эту картину для себя. Как Поленов рисовал картину Христоса в блуднице. Видел ее, нет? Обязательно посмотри. Поленова. Христос и блудница. Прям набери. Картина Христоса блудница или Поленов о Христе. И там еще другие посмотришь. Так, дальше. Дул сильный ветер, и море волновалось. Так, это значит, мы говорим о лодке. Теперь дальше. Теперь 19 стих. Проплыв около 25 или 30 стадий, они увидели Иисуса, идущего по морю и приближающегося к лодке, и испугались. Вот. Они плывут. Проплыли 25 или 30 стадий. Сколько это они проплыли? От того места, где сошли в лодку. Вот с берега они сошли, мы договорились. Сели в лодку. Лодка ты не знаешь, какая, сколько их было, не знаешь. Но они плывут. Плывут, чем грибут, ты не знаешь. Все это ты должен выяснить. И теперь скорость лодки еще. По этим волнам рассчитаешь скорость лодки. Сколько весел у них было. Приблизительно все, конечно. Ты должен овладеть информацией. И в Википедии смотри, в словарях каких-то, в этих, в энциклопедиях. Ну, хоть где. Хоть и у толкователей священного писания. Ты должен найти эти параметры. Иначе у тебя никакого воображения нет, ты ничего не представишь. И теперь я тебе сразу говорю. Вот то, что ты накопаешь, из этого я уже все знаю, о чем ты накопаешь его. Я тебе могу все это сейчас прямо рассказать. Обо всем. Все параметры, скорость лодки, какая лодка, сколько весел гребли. Ну, приблизительно, конечно. Плюс-минус два весла. И плюс-минус там узел, час, сколько она идет, километров в час лодка. Какое сильное вот волнение. Сильное, чересчур сильное или не очень сильное. Ты должен все это представить. Там дальше, где они плывут, ты должен представить. Почему Христа они ждут? Что они посреди моря ждут Христа? Знают, что он придет по воде? Это все ты будешь отвечать. Дальше. Знают ли они, что Христос к ним придет по воде? Ну, ты можешь сейчас ответить. Но они же ждали его. Да, они ждали. Значит, они знали, что он пойдет по воде, да? Нет. Нет. Хорошо. Вот это уже неплохо. То есть ты можешь не списать этот вопрос. То есть не знали. Не знали они, что Христос придет к ним по воде? Не знали. Да? Не знали. Не знали. Точно? Или запиши вопрос. Запишу. Знали они или нет, что Христос придет к ним по воде? Но они же ждут его. Ну что, вопросов много? Интересные вопросы? Ну, надавалом вообще. Интересные вопросы? Да. Разбирать так. Я еще ни разу так Слово Божие не подходил. А я его только так и разбираю, Слово Божие. Ты посмотри мой ветхий заветный плейлист мой, как я разбираю. Ну, вместе, конечно, со святыми отцами. Не я. Я что там говорить? Господь помогает. Да и братья молятся тоже. Разбирать. Там у меня много картинок всяких. Я там о земле говорю. Ну, не с самого начала. Ну, есть там о строении Земли, о строении солнечной планеты. Планет там разных. Юпитера там, Земли. Ну, то, что мне надо. Небо. Небо. Там, что внутри Земли у нас. Какие параметры и так далее. То есть, все это открываю. И о чем говорят святые отцы? Все об этом. Разные газы там. Кислород, водород. Рассказываю о них. О воде рассказываю. О разных металлах. Ну, и так далее. Я сам геолог. Кое-что показываю там. Ну, немного. Может быть, побольше можно сделать. Расширить. Так, дальше. А, дальше теперь 25 или 30 стадий. Сколько стадий? Сколько стадий? Дальше ты там рассчитаешь? Не знаю. Ну, на это вот еще. А? Да, так и сделай. Так и сделаешь. Стадия. Стадия. Вопрос поставь. Сколько это? Что? Вот 25-30 стадий. Ты думаешь, сколько это? Они проплыли по морю. Ну, ты мне картину нарисуй, пожалуйста. Я вот не знаю ничего. Ну, ты прочитал вот это. Вот прочитал. Дальше. Что ты из этого вынес? Вот ты... Знаешь, сколько 25-30 стадий? Все. Ты ничего не понял? Ты ничего не понял? А? 20? Нет. Намного меньше. Намного меньше. Стадия – это не километры. Это намного меньше. Посмотришь там, загуглишь. Там, причем, они разные есть. Ты подумай, какая стадия – римская, египетская или греческая? Вопрос тебе такой тоже. Подумаешь и скажешь, почему. А я тебе скажу, правильно ты подумал или нет. Стадия какая? Стадия – сколько это и какая стадия? Потому что ты столкнешься с тем, что стадий этих много. Не просто стадия. Стадия – это мера длины. Она в метрах измеряется. Ну, ты это как бы понял уже. Ну, и вот. И гляди. Они испугались. Ну, то, что они испугались, тут, наверное, понятно, почему они испугались. Но он сказал им, это я, не бойтесь. То есть, ты прав, что они не могли его. А, ты же сейчас вопрос поставил. Ладно, будешь тогда дальше тут сам уже решай. Вопрос у тебя есть. Но он сказал им, это я, не бойтесь. Уже, то есть, у тебя тут ответы прям готовые. Будешь читать. Ты записал, кстати? Евангелие от Иоанна, 6 глава, с 15 по 21 стих. Записал? И последнее. Они хотели принять его в лодку. Точка с запятой. И тотчас лодка пристала к берегу, куда плыли. Куда они плыли? Спаси Христос, понимаешь? В Капернаум. А? Капернаум, молодец. В Капернаум, правильно. То есть, вопрос тогда не ставим. Они плыли в Капернаум. Сколько с того места, где они встретили Христа, было до Капернаума? С места встречи Христа до Капернаума расстояние. И найдешь его по карте. Определишь. Так, на некоторые вопросы ты не ответишь. Я знаю заранее. Даю тебе одну подсказку. Ну, такую важную, что ты с нее можешь ответить на многие вопросы. Вокруг Галилейского озера есть дороги. Можешь записать себе. Вокруг Галилейского озера по берегу есть дороги. Где, может быть, так, прям по берегу? Где, может быть, чуть подальше? Ну, там, может быть, это, ручьи там впадают или еще что-то. Мосты не успели перебросить, поэтому обходят эти расселены. А где-то, может, прям по берегу переходят, по побережью. Поэтому тебе нужно просмотреть ландшафт, сориентироваться. То есть, допустим, ты хочешь идти не просто, допустим, куда-то на побережье, а тебе надо дальше пройти, ну, километров 50. Там тоже люди жили. То, ну, если у тебя лодка есть, ты переплыл, то тебе нужно иметь человека, который или обратно эту лодку отвезет, или будет тебя ждать на этой лодке. Или купить лодку. А если у тебя есть животное, то ты можешь просто сам на этом животном проехать по дороге. Ну, чуть дальше будет, зато тебе не надо платить деньги. Потому что брали немало. Сильные волнения были, и лодки опрокидывались. Люди тонули. Да, такое было там. Потому что 50 километров, сам понимаешь. Ладожское озеро, оно, ну, может быть, поменьше немного, но оно пообъемнее, я так понимаю. Потому что оно вообще побольше в площади. Но там такие волны, как шторма в море. Ну, хорошие шторма. Там очень много наших кораблей затонуло в свое время. Когда Ленинграду помощь везли, ну, там, продуктами и так далее. Особенно вот суровые, там, осенние и весенние вот эти периоды. Очень много. Еще там самолеты эти немецкие постоянно. Там на дне железа, говорят, лежат баржи эти и так далее. Баржи-то речные. И поэтому чуть там волнение, еще бомба там набралась и раз потонуло. С людьми тонули баржи. Ленинград, посмотри фильм. Чтобы знать для полноты, что это такое, что такое озеро. Так, ну вот. Вот так. Все. Сколько получилось там вопросов? Спаси Христос. Не номер вал, но много. Знаете, и человек, хочу сказать, я еще... А ты пронумеруй. Сейчас, побыстреньку. Один, два, три. Мы же с Николаем тоже работаем, понимаете? Да, да, я слушаю, слушаю, как он с тобой работает. Ну, я хочу сказать, что это... Ну, мне самому не понравилось. Я вот переслушивал. Такая тема. И такие ответы мои, комментарии, мне кажется... А ничего, я послушал там, ну, не все, но... Сначала я точно слушал. Нормально ты отвечал там на многое. А это же это... То, что Николай придумывает, он же от себя придумывает это все. На ходу, так сказать. Ну, я вижу, он любит поговорить, да. У него оглашенных-то не было еще. Поэтому он... Я хотел ему сказать, что ты на парня навешиваешь столько много? Пускай он просто читает и все. Игнать Игнатьич, нас никого не допрашивал никогда. Ну, я конспект готовлю, вот, помимо этого, вот. Отлично, конспект великолепный. Что сказать? Великолепно. Разными чернилами. Прекрасно просто. Тебе надо научиться, вот, через то, вот этот легкий пример, который я тебе говорю, раскрывать перед собой картину, цель, что ты хочешь узнать о Христе. Христос наш Господь. Он наш Спаситель. Как он действовал? Какие у него были действия? Почему он так действовал? Что для нас здесь спасительного? Когда ты встретишься со священником, и он тебя будет заталкивать за свой пояс широкий, а у него очень широкий у каждого священника пояс, и он тебя обязательно туда будет заталкивать, то тебя спасет только знание священного Писания. Ты вспомнишь Христа. Вдруг, вдруг у тебя откроется воображение, и ты задашь просто этому попу, который тебя будет заталкивать, вопрос. И у него рука ослабеет. И ты увидишь, как он станет тоненьким, маленьким, и полезет тебе за пояс. Вот так вот будет. Когда-то у тебя будет воображение хорошее. Ты одним вопросом все на место поставишь. У нас молодые. Два клирика молодых. А настоятель, он, конечно, прожилой уже, но он уже не ходит. Его на коляске через Старские ворота его вывозят. Туда заняться нечем просто. На исповедь. И все, он уже, видно, что здоровья у него немного. Вот у нас два клирика, 1,36, вроде, 36. А второму 33. Молодые, в общем. Ну, ничего, никакие. Как это? Это все потому, что у них нет веры. Они такие квелые. Веры нету, они просто работают и кормятся с этого всего. Он никогда не думает о тебе, о твоей душе. В отличие от меня. Мне прямо интересно даже, сможешь ты докопаться здесь до истины или нет? Я тебя, видишь, по-другому подвожу. Я бы тебе сейчас мог все рассказать, растолковать, как я это на занятиях делаю и все. Но ты же не запомнишь. Я и не запомню. Не, ну, кое-что ты запомнишь. Это я могу точно... А кое-что не запомнишь. Ну, кое-что запомнишь. Денисовецкое озеро ты, может, запомнишь даже и так далее. То есть это да. Почему Христа в царе не взяли, ты не запомнишь. Какая была лодка, это, может быть, ты запомнишь. То, что материальное, оно кое-что запоминается. А ты историю-то любишь? Историю? Нет? Я знаю, вы любите, да? Да. Я историю очень люблю. Когда была Вторая Пуническая война? Какая? Вторая Пуническая война. Не знаю. Между кем и кем? Не знаю. Между Карфагеном и Римом. В конце 2-го, 3-го столетия до нашей эры. Вторая Пуническая война. А сколько всего было Пунических войн? Не знаю. Во Второй Пунической войне, я тебе сейчас расскажу, и ты скажешь, я это слышал. Участвовал такой полководец, его звали Ганнибал. И этот Ганнибал в этот Рим пришел со своими слонами. Он их перевел через Альпы. 14 слонов у него осталось. Было 37. И он не захватил Рим только за малым. Слышал Ганнибал? Никогда не слышал? А о слонах Ганнибала слышал что-нибудь? Нет? А о тактике окружения слышал? Заход в тыл неприятелем. Это все Ганнибал делал впервые. Громил римлян такой тактикой. Сначала бил в центр, потом прогибался. И в этот момент конница заходила в два фланга и охватывала полностью стрелы римлян. У них же были эти легионы. Ну, как короткие фаланги. Фаланга слышал слово? Фаланга. Что это такое? У греков это было военное построение. Длинная широкая цепь во весь фронт из нескольких рядов. Первые четыре ряда были боевые, а другие были вспомогательные. У них были длинные копья. Сарисы назывались. Копья лепестки назывались. Почему? Для того, чтобы в тело вошло и обратно можно было спокойно выдернуть. Вот так, вот такое, то есть. Вот. Вот такое. Вот такое. Понял? А сейчас вот такие делают. Вот стрелы. Вот с такими заусенницами, чтобы назад не выкинуть. А у них были вот такие. Чтобы ткнуть копьем и обратно вытащить. Ну, оно как бы... Человека там можно не до конца прокнуть или еще. Ну, какие-то были надежды человека, что не до конца он умрет. Там можно рану зашить где-то или так далее. Но зато копье у тебя остается. И ты можешь опять тыкнуть им. Вот так. Да, ну, это умственная лень. Она, конечно, переходит на... Вернее, это вообще лень. Умственная лень, она дает толчок к тому, чтобы душа вообще не раскрывалась. И духовная лень – это уже смерть. Вот так вот. Вот. А то, что он тебе постоянно что-то там вопросы-вопросы задает, это... Ну, не знаю. Это... Не об этом надо. Не об этом думать. Там есть вопросы к оглашенным на 412-й странице книги к истинному православию. Ты открывал их? Видел эти вопросы? Ты на эти вопросы должен отвечать в письменном виде. Привести с собой лучше всего. И когда будет у нас совет... Ты смотрел хоть один совет? Ну, понял как. Будут задаваться вопросы там. Не всегда это подробно и так далее. Почему? Работа с поручителями. С поручителями. Я уже, допустим, буду видеть твое состояние. Ну, через год, если будешь подходить к оглашению, я уже могу тебе давать совет. Креститься тебе или нет. Уже с Игнатихничем переговорю. Расскажу. Какие мои выводы. Какой ты был, какой ты стал. И так далее. Ну, и главное, чтобы ты читал Слово Божие. То, что ты прочитал неплохо. А теперь ты будешь читать немножко уже с осторожностью. Потому что в любой момент тебе могут задать вопрос. Причем это все материальное, то, что мы с тобой сейчас. А духовное написано в толковании. Духовное написано в толковании. Но, чтобы духовное раскрылось тебе, тебе нужно картину воображения включить и представить, что случилось. И прославить Творца. Господи, слава Тебе, что Ты сделал такое чудо великое. Ведь этими маленькими чудесами, ну, как они даже не маленькие, хождение по морю, потом дальше там лодка пристала, куда плыли. Ты же не маленькие. Ну, ты поймешь, почему не маленькие, когда посчитаешь состояние. Ну, и сразу тебе хочу сказать, чтобы ты там не мучился. Они плыли вдоль берега. А то ты будешь мучиться там, рассчитывать. Там у тебя встреча произойдет где-то на Эльбе с Христом у них. Поэтому, ты знаешь, что такое встреча на Эльбе? Ну, войска вроде встретились. Почему вроде-то? Вроде встретились войска Советской Красной Армии и англосаксов, американцев и англичан. Река Эльба за Берлином, где-то в 120 километрах. За Берлином. Поэтому, да, Берлин, конечно, от озера Генесарийского далеко. Поэтому, чтобы было все ближе, они плыли вдоль берега. Поэтому расчеты делаешь вдоль берега. А почему вдоль берега? Ты подумай хорошо, я тебе подсказку дал. Дороги. А дальше ты сам додумаешь. Саня, 21 вопрос, я посчитал. О-о-о, отлично. 21 вопрос. И прям напротив вопроса, или прям, может, там, первый вопрос. Потому что, и первая, какая-то стадия, столько-то, столько-то, километражи сколько. То есть, ну, уже будешь знать. Почему они плыли вдоль берега? Тоже себе вопрос задашь и ответишь на них, почему. Насколько видит человек хорошо? Когда может увидеть силуэт человека другого и узнать его. Было написано, темнело, темнело. Поэтому тоже это возьми плюсом. А теперь мы начинаем духовно уже подходить. Любовь учеников ко Христу. Христос ничего не сказал им. Они ищут Христа, даже отплывая. Он говорит, отплывайте, я приду к вам. Они отплывают и плывут так, чтобы все время наблюдать. Они любят Христа. Они хотят, чтобы Христос был всегда с ними. Они его ждут. Но не на море. Ты сам понимаешь. А на другом месте где-то. А где? Я тебе подсказку дал, где они его ждут. И поэтому они плывут так, чтобы видеть. Но этим они увеличивают свой путь к желаемой цели. Почему? Потому что Капернаму находится на другой стороне моря. Озеро. А вот сколько километров, ты уж там сам прикинь. Чтобы лучше, то тебе все расскажу. И картина у тебя нарисуется вся. И ты скажешь, а вот в чем дело. И чудо поймешь. И рассчитаешь это расстояние мне. Километров в час. Скорость. Да, скорость. С какой скоростью лодка пристала к берегу, куда они плыли? Километров в час. С какой скоростью они пролетели? И тогда тебе станет все понятно. Любишь военную технику? Или космическую? Ну, военную может быть. Ну вот рассчитаешь, какой военный самолет летает с такой скоростью. Или ракета. И чтобы воображение у тебя включилось, и ты понял, в чем чудо Христа. Они пролетели с такой скоростью, что никто так не летает, я тебе сразу скажу. Нету таких у нас еще. Я знаю только одно. То, что вот на чем мы сейчас с тобой находимся. Вот эта штука летит очень быстро. Знаешь с какой скоростью? Нет? Скорость света? Почему? Скорость света это свет летит. А скорость интернета тогда? Земля, на которой мы находимся, вокруг себя вращается по оси 400 метров в секунду. А мы с тобой летим вокруг Солнца 1620 километров в час. Вот так. Познавательно. Спаси Христос. Слава Христу. Воображение. Воображение. Не забудь. Игнатий Иванович не зря об этом говорит. У него воображение. О-хо-хо. У него еще и пророческое воображение. У меня такого нету. У меня все через расчеты какие-то. А у него все через сердце идет. Господь ему наделил великой, 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 великой любовью к Слову Божьему. Ну, так, я прочитал на 22 раза, а он, не знаю, на сколько. Я, как он, не читал. Он читал, там, забирался куда-то на деревья, там, целыми днями. У меня такого не было. Я не читал целыми днями. Да, я уходил куда-то, там, один читал. Я даже в футбол играл. Играем в футбол, там, тренировка или что. Все садятся, там, начинают анекдоты травить. Я достаю Библию и читаю. То есть, вот такой я был. Потому что полюбил это слово, я не знаю, как. Я вот там столько находил всего. Я могу находить и находить. Только бодливой корове рок не дал. Вот так. Меня боятся, потому что все. Почему-то, не знаю. Ну, ты же с 19-го года был, ты же ко мне ни разу не вышел. Что-то боялся, видать. Беспечность? На беспечность больше похоже, да. Беспечность, да. Ну, зачем это мне надо? Потом когда-нибудь. Ну, сатана, он так и лжет всем. Потом. Потом, да. Библия есть. Христос так. Ну, это так. Все. Потом как-нибудь. А вот это, вот это вот лучше. Вот это лучше. А в чем ты благоволись, что ты говоришь, что к военной технике, да, больше ты привязан? Нет, не привязан? То есть ты... Нет, не привязан, да? Ну, знаешь, да? Т-34, знаешь, что такое? Т-34, там они разных годов идут. Разная башня. Первая башня, она более такая вот. Обтекаемая. А поздняя она как гайка формы. Она так и называлась, гайка. Совершенно верно, да. А тигры? Сколько было тигров? Тигр первый. Их еще два было. А как он назывался? Он не просто первый назывался, он назывался. За номером он шел. Там что-то. Паузен, Кампанген, Аус, что-то. Вот так у него было, пятерка. Вот. Пятый. А шестой назывался как? Королевский. Королевский тигр. Мне нравятся танки вот эти. Тигр вообще такой, так смотрится. Королевский тигр, что-то невероятное. Немцы, немцы. А самое у них... Самое лучшее считалось во времен войны немецкая, немецкая бронированная машина какая, знаешь? Немецкая бронированная машина. Да, самая лучшая. Не самая массовая. Самая лучшая. Нет, нет, не Фердинанд. Да ты что, Фердинанд это уродец получился. Спарше с этим. Ягдпантера. Называлась. Ягдпантера. Запиши себе. Ну, это ПТСАУ. Ягдпантера с 88-миллиметровой пушкой. Но у ней калибр был длиннее. Ягдтигр тоже был. Штурмтигр. Ягдтигр, он тяжелее. Ягдпантера легче. И она бронирована была очень хорошо. Там комбинирована была хорошо. Скорость и броня, вес у нее. Ягдпантера. Вот. А самый массовый, это у них был этот штуг. Штуг 75-миллиметровый. С калибром, не помню сколько. 30, нет. 32 или 36. Или 48. Сейчас не помню точно, какой калибр. Ну, большой калибр этот. Не калибр, а это. Калибр это размер ствола. А этот, длина ствола, как она называется? Ну, длину ствола, это по калибрам. Сколько калибров там? Длина ствола, калибр все-таки? Не, калибр это, во. Калибр это отверстие, да, само. А это, как называется-то, длина ствола это? Ну, длина ствола, а сколько-то калибров? Ну, короче, не краткоствольные они были. Они были и краткоствольные тоже. А потом, когда поставили длина стволки на них, вот они. Самая массовая, 14 тысяч было выпущено. Штугов. Штуг называется. Она низкая такая, призимистая. И Ягдпантера такую же точно сделали, только она помассивнее. Вот, и она самая была, и у них этот танкист был на Тигре, который воевал. Не только на Тигре, он начинал со Штуги. Это Витте. Отто. Отто Витте, да. Ас танковый, да, получается? Ас, да. Как бы, ну, там их двое было, но этот один выжил, а этот не выжил. И поэтому, конечно, его запомнили больше. Он наших только танков подбил. 120, наверное. Еще туда успел отъехать. Там еще больше ста нахлопал. На Западном фронте. Англосаксов с французами. Ну, и со всеми там, кто там был. Потом подбили его Тигр. Да, ну, хорошо, хорошо. Надо чем-то интересоваться. Но больше на духовное там тоже переходить. Это же история все тоже. То, что ты военный, это хорошо. То есть ты же должен знать, когда война началась, когда закончилась, правильно? По годам. Года тебя не сильно интересует? Ну, началась Вторая мировая. Парамерная мировая 1939 год, 1900. Совершенно верно. Правильно. Ну, а вот это. А теперь тебе вопрос задам. Ты там просто поищи, раз ты технику любишь. Самое начало научно-технической революции. Посмотри, с чего все началось. Какую первую технику человек изобрел, что с нее пошел научно-технический прогресс, который привел до того, что начали строить такие совершенную технику, как танки? Первая мировая война, да? Она раньше была окопной? Нет, не сами танки, а именно с какой техники началась научно-техническая революция в мире. Называется НТР, научно-техническая революция. Откуда есть пошла научно-техническая революция? Какие первые двигатели или какие первые устройства были изобретены человеком? Как они работали? Ну, и потом развитие это. Ну, и коротко там посмотри. Почитай. Тебе интересно будет. Года запоминай только. Как думаешь, когда началось? Началась научно-техническая революция. Какую первую технику построили? Технику именно. Что она заменила? Физический труд человека. Автомобиль. Автомобиль. Ну и в каком году это было? Не знаю. Ну, в 15 веке или в 13? В 18 веке. Думаешь, в 19 ближе уже. В 19 ты угадал. А в начале или в конце века? В начале. Не угадал. Ну, это Генрифорд. Автомобиль в конце века. 69-й год впервые. Генрифорд. 69-й год. Австрияк первый автомобиль построил. То есть к повозке приложил двигатель. своего внутреннего сгорания. Ну, первые были там еще на пару двигатели. Были на пару, да. На пару были двигатели. Паровые повозки. Они еще были, ну, где-то к середине 19 века. Ну, пары-то все-таки пары. И они не были как автомобили. Они были как повозки просто. А вот что именно автомобиль, что у него были как бы резиновые шины, что он, у него были коробка передач была и так далее. Это вот все Австрияк придумал. Ну, а потом дальше там Mercedes-Benz там и так далее. Это уже дальше он пошел с этого всего. Не на пустом месте. Но не автомобиль, конечно, первый изобрели, ты сам понимаешь. До автомобиля уже поезда ездили. Это натуральная машина, поезд. Только на рельсах. Ну, и вот попутно делали уже такие, как паровые повозки. Такой фильм есть, сейчас скажу. Очень интересный, мне нравится он. Никита Михалков снял его. По мотивам этого, который все об этом снимает. Статский советник, это как разведчик по-нашему. Сейчас скажу, как называется-то. Турецкий гамбит. Фильм. Война с турками России 1877-1878 года. И там такую машину паровую показывают. Русского изобретателя. Она была для перевозки аэростата. Потому что лошади не могли перевозить такую махину. А эта повозка везла. Аэростат нужен был для наблюдения разведки. Его вверх поднимали. Аэростат знаешь, что такое? Ну да. Воздушный шар. С такими действиями, чтобы можно было подняться и опуститься. И там был телефонный провод, можно было переговариваться с ними. Они там сообщали, координаты сообщали, направления высчитывали. Чтобы можно было артиллерийскую стрельбу по позициям врага. Ну я артиллерист просто, поэтому все мне это интересно. И так далее. Ну вот кое-что посмотришь там туда-сюда. Чтобы вместе, как говорится, попутные, интересные. Ну там много ненужного, конечно, снято. Но понятно, что это кино все-таки. Но зато ты исторический момент посмотришь. Как русские чуть не дошли до Константинополя. Это великая наша... Захватить обратно Стамбул турецкий. То есть Константинополь православный. Это была всегда великая наша цель православной России. И освободить наконец-то эту православную столицу всего христианства истинного. От засилия мусульман. Ну теперь это вообще недостижимая цель, конечно. Теперь нам будут стоять в границах, какие у нас есть. Потому что америкосы, все англосаксы навалились на нас. Ну так, у тебя второй-то поручитель есть? Ну получается Николай Астахов. Он твой первый поручитель. Ну и все, больше нету. Тебе надо второго. Да. Кого-то. Второго. Так что ты давай выбирай, кого второго выберешь. Сообщи этому Вячеславу. С Николаем посоветуйся и так далее. А вы? Можете? Ну могу. Почему нет? У меня никого сейчас нету. Я отказал старперам ребятам. Ну я подумаю, помолюсь. Посмотрим. Да? Помолись. Помоги, Бог тебе. Я тебя допрашивать не буду. Я и так все увижу. Что мне надо. Ну так, кое-что там. Напомнишь сам конспекты. Покажешь, что есть или нет. Вообще конспекты. Так что еще нужно? Кое-что ты запомнил. Кое-что не запомнил. Чего тебя допрашивать? Места Писания запоминай, которые, может быть, легли тебе на сердце. Некоторые, которые надо постоянно знать, это исследуйте Писание 5.39. Евангелие Таана. Евангелие Таана, 3 глава, 36 стих. И возлюбил Господь мир, отдал Сына 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 Единородного. Ну таки, Христос, там опять же, из Евангелия Таана, 14 глава, там 7 стих. Я есть им путь истинной жизни. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Вначале было Слово, Слово было у Бога. И без Него ничто не начало быть, что начало быть. То есть, вот эти первые там три стиха Евангелия Таана, опять же, Евангелие Таана, что там говорить, духовное такое, возвышенное. Изображающее собой орла. Знак орла у него стоит в духовном смысле, православие, символизме. Ну ладно, мы с тобой немножко побеседовали. Ничего себе, полтора часа уже. Очень познавательный, Игорь Владимирович. Спасибо вас, Христос. Слава Христу. Ну, во всяком случае, если ты соберешь всю картину, и потом можешь мне написать или наговорить, что понял ты или нет, можем встретиться как-нибудь, расскажешь. Ну и все. Мы с тобой поймем друг друга. И тогда дальше можно продолжить. Там следующие 22 стиха. И там, по-моему, по 27-й. Продолжение этой истории. Ну, я думаю, там будет легче тебе уже. Потому что ты много-много уже познаешь. А через это географию ты будешь... Посмотри географию Палестины. Сколько она на сколько? Километраж. И сравни с Пермским краем твоим. Сколько Палестин в Пермском крае? Или сколько Пермских краев в Палестине? Знаешь? Ну, сравни. Это же интересно. Вот Алтайский край, допустим, Палестин в нем будет где-то 3. Ну, там даже с небольшим. Палестина, ты понимаешь? Это иудея. Там, где жили евреи. Ну, когда жил Христос. Вот так. Да, и не забудь там историю почитать. Они были под управлением римлян. Я тебе так подсказываю сразу. Не забудь прочитать, с какого года они были. Кто там инициатор всего этого. Ну, и обыроди царей немножко почитай. Который гнал Христа. Убил младенцев. Почему он такой? Ну, если бы ты читал иудейские древности или иудейскую войну, то ты бы там до всего этого дошел. Иудейские древности еще есть такая. Иудейская война, иудейские древности. Там, как бы, вообще начинается со времен Адама. Притчи рассказываются еще. Там ты найдешь про Евера. Может быть, слышал? Я постоянно задаю вопрос. Откуда есть пошли евреи? Ну, вот этот Евер. Да, я слышал. Слышал, да? Запомнил, да? Уже. Ну, и вот там как раз описывается в этих притчах иудейских. Об этом Евере написано. Что он не пошел строить Вавилонскую башню. Там в третьей статье. У него там главы такие, но они как глава и описания небольшие. Они прям небольшие. Прям, ну, не знаю сколько. По-нашему страница может быть. Ну, и всего там, сейчас не помню сколько точно, ну, 50 где-то таких статей у него. Не очень толстые книги. Ну, 300 страниц максимум. Ну, они читаются на одном дыхании просто. Потому что там все как бы знакомое и незнакомое. То есть добавление к тому, что... Еще митрополит Аверки очень хорошо описывает Ветхий Завет. Вот рекомендовал бы его тоже почитать. Как митрополит? Епископ Аверки, Аверки Таушев. Он митрополит зарубежной церкви. Митрополит или епископ? Епископ зарубежной церкви. Которая в Америке. И он преподаватель был в Джордан-Вильской семинарии. Ну, значит, у Иоанна Крестителя имени. Ну, не имени, а... У него и Новый Завет есть, и Ветхий Завет. Вот Ветхий Завет мне нравится. Небольшая тоже книга. Она в помощь этим семинаристам. И он так в простоте рассказывает прям полностью Ветхий Завет. Очень интересно. И там он вставки такие делает. Отравим от видать или откуда. Прям интересно тоже. Я с удовольствием прочитал. Ну, вот так вот. Главное, читай побольше. Слушать, может быть, можно что-то. Когда у тебя... А ты где работаешь-то? Я на производстве работаю. Сборщиком металлоконструкций. Ничего себе ты даешь. Молодец. Турбогенераторный завод. Тяжелое машиностроение. Ого. А ты инженер или просто рабочий? Просто рабочий. А ты не заканчивал ничего? Или какой-то колледж? Нет? ПТУ. А, ПТУ, да? А, ну, тебя поэтому взяли. Понятно, что не просто так все. Ясно. Техника безопасности, смотри. Ты в каске там? Да. Хорошо. Помоги Бог. Я-то инженером все время проработал. Ну, на, немножко рабочим один год работал. Ну, никак не один. Там, если со студенческой скамьи брать дольше, конечно. А так что? Меня там сократили с инженеров. Там как раз начались у нас вот эти нестроения. В 89-й год я пошел против коммунистов. Там листовки распространял. Меня там в КГБ вызывали. Ну, в общем, делали замечания. А перед этим меня хотели в КГБ брать, наоборот. А тут вызвали, что я против коммунистов пошел. Ну, тогда уже не расстреливали, уже в тюрьме не сажали. Слишком много людей. Пытались либерально как-то подойти. Горбачев все-таки. Ну, там освободили вот этих инакомыслящих. То есть, вот Игнать Тихоновича освободили. Там всего там было что-то около 200 человек за религиозное убеждение сидели. Вот, освободили всех. Ну, и потом дальше послабление пошло, разоружение пошло. А у нас этот начальник экспедиции нашей георазведочной, он был коммунист. Ну, и там начались как раз нестроения уже в промышленности. И у нас сокращения пошли. И сразу же меня сократили, первого самого, кого сократили. Ну, я там ход конем сделал, там юристы посоветовали. Пойди в рабочий, говорит, чтобы тебе это не остаться ни с чем. Ну, я пошел в рабочий, год отработал в рабочем. Ну, а потом геологом перешел работать. А я был начальником бурового участка. По разведке запасов рассыпного золота. Ну, ладно. У тебя родители, да? Ты с ними живешь? Я живу с отцом в трехкомнатной квартире. Мама живет отдельно в своем доме часто. Понятно. Они не видятся, да, родители? Они общаются, но это уже такое у них, как бы, как сказать? Платяное. Да, уже. Платон. Там ничего нет уже. Все понятно. Интересно. Ну, о них, чтобы тебя это, как бы... Ты единственный, да, сын? Нет, у меня старшая сестра есть. А, на два года постарше? Ну, она, как бы, замужем, наверное, да, уже? Да. У нее уже все определилось и так далее. А то, что у тебя к женщинам, Господь тебе дал хорошее это качество, ни к чему там крутиться вокруг женщин. Он это вообще ничего не даст. Если Бог даст жену какую-то верующую, то это будет очень хорошо. Но, это, погодь, погодь все это и постарайся все в духовное вложить. Конечно. Ну, как Бог даст, воля его святая. Да будет во всем. Господу слава во веки веков. Аминь. Так, вопросы какие-то есть у тебя еще? Да нет. Может, будут потом? Ну, да, я понимаю. Поэтому я тебе пока вопросы задаю, чтобы ты научился задавать вопросы. Для решительного перелома твоего меркантильно, как ты сказал-то правильно, пофигистского, как ты правильно сказал? Беспечного характера. Пофигизм называется, да. Молодежного. 29 лет пора уже, пора, пора, пора. Пора уже. Вот, и уже почти ты отрок, отроком это, переходишь у мужей. 30 лет это уже муж. Вот, на следующий год тебе будет 30 лет, и вот, если Господь сподобит креститься тебя, это, конечно, будет просто милость Божья. Вот так. Ну, помоги Бог тебе. У тебя все для этого есть, как говорится, данные, потому что ты серьезно воспринимаешь. Конспекты пишешь, это вообще, ну, прям, бальзам на сердце. Ну, и ты уже не молод, не молод. Что там сказать? Хотя, в общем-то, так ты облить чем-то не тянешь на 30 лет. Ясно дело. Ну, сохранился, Бог дал тебе сохраниться. Видать, потому что женщин, от женщин не потерпел. Ну, это хорошо. Мне еще, знаете, что вот, я общался в компании, там постоянно, ну, выпивали то да село, а Господь меня сохранил. Я, представляете, к алкоголю вытянулся, чтобы быть как все. Но ко мне это не прилипло. Я прикоснулся к наркотикам, к легким. Мне Господь такой дубинкой по башке дал, что ого-го, до сих пор аукается иногда. Я через все это тоже прошел. И через компании. Единственное, я никогда не курил. И через таблетки легкие или легкие. Ну, они легкие-то легкие, а бьют по башке. Хорошо. И через компанию, которая водка. И сам самогон гнал, и попался на этом. Ну, сатана же, он так заманивает. Я вообще не пил, я же спортсмен. А ты другим продавай, там, и так далее. У тебя деньги будут, ты там будешь в уважухе. Все наоборот совершенно. Все наоборот. Я не знал, как избавиться от преследований. Когда начал сам торговать вот этим. У меня начали преследовать вот эти все алкаши. Там еле-еле открутился от этого дела. Конечно, в итоге все бросил. Но попал в ловушку вот этого блуда. Все. И вот три года меня так крутило там. А я Библию читал. Ну, то есть как Библию начал читать, так сатана на меня навалился. Вот, крутил меня три года вокруг этого всего. Господи помилуй. Я там здоровье потерял, конечно. Столько. Сейчас сожалею об этом. Ну, а что теперь? Ну, зато я Господа нашел. Господь меня нашел. И я начал Библию читать на четвертый раз. И встретил Бога в Библии. И тут же Господь меня верой наградил. Я упал на колени. Начал благодарить Господа за то, что он меня наградил верой. Плакал. И так радовался. Подпрыгивал. Прям танцевал вокруг себя. Крутился, как Давид вокруг ковчеги. Господи, Господи. И говорю, Боже мой, как я не видел тебя. Столько читал слово твое и не понимал. А теперь как абориген какой-то танцевал от радости. Да, мне бы так. Да. Ну, Господь открыл мне это. Поэтому я с тобой беседую. Поэтому я здесь. Ну, если ты на занятиях участвуешь у нас часто, то ты понимаешь, что без меня занятия были бы несколько не те. Ну, все не просто так. Это же не мое. Просто чувствую души, которые Господь наделил так же, как и меня. Верой. Веру невозможно ни купить, ни приобрести ни на что. Ее Господь дает. И поэтому ты избранник. Ты однозначно, раз ты столько уже нас слушаешь долго. И не ушел еще никуда. И сейчас, наоборот, чувствуешь, что ты оглашаешь. Я чувствую тоже, что готов ты к оглашениям. Ты как тот, который лежал около овечьей купельни, 38 лет расслабленный. Христос спросил, надо тебе. А меня, говорит, никто не может поднести. Да кто же тебя поднесет, бедняга? Кому ты нужен? У него же ничего не осталось. Одна болячка его. Как он жил еще? Жил милостью, что он среди верующих людей. Если бы у язычников давно бы помер. Как Лазарь. Думалось, что там где богач, там подадут что-то. А ему, ну, подавали немножко. Собакам бросали, наверное, он там тоже пользовался. И собаки, говорит, только лизали с трупа его. А это что? Они облегчали ему боль, собаки. Собаки больше делали, чем люди. Для человека. Поэтому ты понимаешь, ну, если Господь даст тебе веры, ты станешь рожденным свыше, то ты поймешь меня тогда. Вот так. Меня бояться не надо. Я бога боюсь. Ничего плохого я не сделаю тебе. Ну, как и другим. Но, если уж под наказание попадешь, то, извини, не только, говорит, не участвуйте во зле, но и обличайте. Поэтому, если ты что-то во мне увидишь, меня надо обличать. Нельзя жалеть никого. Вот так вот. Поэтому, давай старайся. У тебя такое состояние, что Господь сейчас у тебя возьмет, вот если, допустим, попустит этому случиться, то ты можешь в ад попасть некрещённым. Понимаешь это? Поэтому со всей серьёзностью у тебя почти год целый. Настройся на это. Тем более у тебя хороший послужной список. Ты уже столько на наши занятия ходишь. Ты сам не понимаешь, сколько ты знаешь. Тебе остаётся решимость и воображение включить. А беспощадность придёт. Если ты себя блю, если ты понял всё, что к чему Господь тебя упас от этого всего, тебе будет что-то другим рассказать. И не рассказать, а ну да, рассказать. И в то же время пример представить свой. Как тебя Господь нашёл для веры в Него? Понимаете, я это хотел сказать. Я Николаю говорил, что мне Господь положил на сердце, что я нахожусь в таком месте, где моя душа в полной безопасности. И мне здесь никто не пожелает зла. И я хотел сказать, что я, если я застенчивый, необщительный, я не обидчивый. Вот про что я. Ну, хорошо. Ну, я понимаю, мы с тобой хорошо разговариваем. Ты всё записываешь. Я ничего не могу сказать. Я бы тоже так делал. Всё бы записывал. Мне бы интересно. Вот если бы кто-нибудь со мной так поговорил. Вот как я сейчас с тобой. Но нет таких. Просто нет. Я вот иногда сам себя слушаю и думаю, Господи, как ты это всё... Откуда это всё берётся? Ну, я молюсь. Я прошу Господа, чтобы Он не закрывал милость свою ко мне грешному. Я всё передам, что могу. И постараюсь никаких ересей не говорить. Я всегда пользуюсь святыми отцами, поэтому... Толкование блаженного Феофилакта, Златоуста и так далее. Так, ну и это. Ветхого Завета. Плейлисты. Плейлисты. Найди. Их два. Один по книге бытия. А один по книге исхода. Ну, там немножко с бытием. Там с 43 главы, по-моему, начиная... Книга бытия. Я-то всё уже... Я с 17 главы в том году начал, в апреле месяце. В этом... На новом сайте он... Там как... Бабл... Какой-то бабл к истине. Если что, спросишь у Николая. И вот это вот то, что у нас с тобой запись, она у тебя сейчас останется. Ты можешь ему перебросить, Николаю. Николаю? Николаю, да. Он может выставить у себя. А-а-а. Хорошо. Да, пускай будет два. Как он беседы ведёт и как мы с тобой побеседовали. Он всё у меня хочет, чтобы я все эти, какие у меня есть, я беседовал где. А я не знаю, как их переправлять. Куда переправить-то как? Они у меня в папке-то лежат все. Ну, полезно будет. Полезно будет. Ну, наверное, я думаю. Мы там беседуем и с Антонием там есть, и с Александром Борцовым. Ну, и там ещё с кем-то есть. Ну, в общем, да, с Иваном Ямшановым там ещё. С Ильёем Дурхановым тоже побеседовали. Ну, кое-что. Ну, небольшие есть, большие записи. Вот так. Ну, ладно. Да? Вопрос такой. Почему раньше такого не было? Почему не было группы оглашенных? Так, почему? Почему? Ну, я не добрался до этого, потому что ещё этого не было. В этом году всё решилось, потому что, ну, просто столько много было оглашенных, которых никто не знает вообще. И они все были прописаны или на Наталье Усатой, или на Вячеславе. То есть они спросили, допустим, вам сказали выходить там на Игоря Дыбунова, а там Андрей, по-моему, говорит, да, я его боюсь. А ему там лет 50, наверное, человека уже. Как боишься? Ну, так вот боюсь. А что бояться-то? Не знаю. Не знаю. Резких выражений, так это характер такой, что человек хочет помочь, хочет спасения души. Ну, я вообще этих резких выражений не вижу. Если ты уже, тебя Господь избрал, то значит, ну, ты на многое готов. Господь оставил в живых некоторых, которые в 41-й год пережили бойцов. Как он там их оставлял, уж не знаю. Но остались они, набрались большой такой практической мудрости военной. Учили других. В конечном итоге произошел перелом в войне. Видишь, сначала скорби, потом терпение, мы с тобой вначале говорили. Терпеть эти скорби. А через это ты приобретешь опыт, говорит апостол Павел. Скорби, терпение, опыт. А через это все придет надежда, что ты можешь спастись. Это называется духовный стон. С-Т-О-Н. Стон. Скорби, терпение, опытность, надежда. Вот как станет тебе тяжело, тяжело почему-то. Ты не просто воздохни или застани, а именно вспомни, что тебе тяжело. Это скорбь. Она может быть внутренняя. А может быть скорбь от того, что там поранился или что-то такое. И ты, когда застонешь, то ты вспомни, о, мне надо начинать терпеть. А терпение что такое? Ты должен благодарить Бога, а не укорять Бога и не роптать на Него. Ты должен любить братьев, которые вокруг тебя, а не искать в них вину какую-то, что тебя недолюбили или что-то. И когда ты вот через это все пройдешь, то есть перетерпишь, тогда у тебя наступит большая опытность. Ты чувствуешь огромное облегчение. Господь даст тебе нечто новое, как Ио. В два раза больше детей, в два раза больше богатств. Опять жену, которая в два раза больше его начала любить. Так, написано, и тогда все умножил в два раза. А почему, говорит, детей дал в два раза, а их насчитывается всего десять? У него же было десять, погибли. Почему не двадцать-то детей? Десять-то погибли. Иоанн Златоуст отвечает. Да потому что эти дети живы пред Богом. Они живы. Он так их воспитал, что убив сатана, убил их, прокинув крышу на них дома. А они оказались живы для Бога. Вот так. И Иов это знал. И теперь он начал воспитывать других десятерых детей. И возрасту ему дал в два раза больше. Было 140, а стало 280 лет жизни. Вот так. Перетерпел все. Приобрел опытность. Перестал роптать на Бога. Возблагодарил. И Господь все удвоил. Потому что была надежда великая. И что думаешь? Думаешь, апостолы, они то же самое прошли. Они прошли скорби. Господа не было так долго. Они много видели, что что-то не так. Что-то не то. Почему они приняли-то Христа как человека от Бога. Как учителя от Бога. Потому что они тоже скорбели. Скорбели. Душа их скорбела. Видели, что не такая жизнь. Что люди хоть и ходят там, приносят жертвы, но грех не покидает их. Перетерпели. И Господь. Приобрели опытность. Уже ходя со Христом. И он тоже это все перетерпел. И у них осталась надежда. Они не убили себя, как Иуда. Они сидели, закрывшись в доме. Но они были в надежде. И если бы не было надежды на Христа, они бы никогда живыми там не остались. Они надеялись, поэтому все вместе были. Ну, кроме так известного всем Фомы. Ну, у него там какие-то были семейные обстоятельства. Ну, с женой, с детьми. С родителями. Непонятно. Ну, он же был все-таки человек. Поэтому отсутствовал. Остальные все были вместе. Ну, Петра не было. Потому что он не смел к ним приблизиться из-за того, что предал Христа. И Христос к нему отдельно пришел. Потом пришел к Девятерым. Они были вместе через стены. А потом, через три дня, пришел Фома. Он явился тут же тоже. Показался ему. Господь никого не покинул. Почему? Все они показали через опытность свою. Надежду, что Христос все-таки именно тот, которого они думали, что должен прийти он. Как сказал Моисей. Как меня, говорит, его слушайте. Придет пророк. Восстанет. А Иов сказал. Мои глаза. Не чьи-нибудь другого глаза. Мои глаза узрят. Как он восставит распадающуюся кожу мою сию. Говорил в воскресенье. Мои глаза это узрят. Не чьи-то. Так он ждал тоже Христа. Так вот. И мы тоже так же ждем. Надеемся. Я думаю, что у тебя Господь наградит верой не меньше, чем у Иова. Повреди Бог. Все перетерпеть. Ну, с Богом. Тебе сейчас интересно очень будет отвечать на вопросы. Я просто предвкушаю. Попробуй посидеть. Пооткрывать там у тебя телефон в руках. Компьютеры. Давай. На все ответь. И потом с тобой встретимся. Ну, с Богом. Спаси Христу. Помоги Христу. Слава Христу. Аллилуйя. 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 Аллилуйя.